Вы никогда не задумывались, почему в жизни каких-то женщин есть мужчины, и их много, они постоянно меняются, даже если один ушел, другой пришел, а в жизни других женщин получается такая история, что какое-то тотальное одиночество, вообще нет мужчин, они как бы только появляются и сразу же исчезают. Давайте разбираться, в чем основные причины. Я назову вам 4 ошибки, которые не дают женщинам создавать отношения. Первая причина, самая простая, самая понятная, у вас нет отношений, потому что вы их не выстраиваете, то есть вы ничего не делаете для того, чтобы эти отношения, собственно говоря, появились. Вы не сидите на сайтах знакомств, вы ни с кем не знакомитесь, вы отшиваете любых мужчин, которые как-то случайно попадают в ваше поле, и потом происходит вот это удивление. Блин, а почему так? Почему вокруг меня никого нет, да? То есть, если вы сидите дома, и вам пришла в голову идея о том, что нужно купить картошку, вот хочу я пожарить картошку, вы что делаете? Вы собираетесь, одеваетесь и идете в магазин. Приходите в магазин, начинаете искать картошку. Видите, так, ага, вот есть картошка в виде, там, пюре Роллтон. Нет, эта картошка мне не подходит, я ее брать не буду, мне надо идти дальше, искать другую картошку. Так, вот еще одна картошка, да, есть эти, картофель фри уже замороженный, готовый. Вы смотрите, нет, тоже не мой вариант, мне нужна вот такая картошка. Все, нашли картошку, взяли и пошли домой. Но для того, чтобы у вас в жизни появилась картошка, вы встали и пошли. И поэтому, такие, знаете, есть теории, что, ну, если мне этот вариант не подходит, значит, мне его не надо брать. Конечно, вам его не надо брать, да, то есть, если вам не подходит картофель Роллтон, то вам его не надо брать. Но факт, что вам нужно пойти и пощупать этот картофель Роллтон, и посмотреть, что да, вот он такой, он мне не подходит, без этого никуда. Если вы ничего не будете делать, если вы не будете перебирать, если вы не будете общаться с мужчинами, то и отношения у вас, к сожалению, сами вот так вот с собой не получатся, да. Прилетит вдруг волшебник, не прилетит. Вторая причина тоже очень очевидная и очень простая. Вообще, в принципе, все четыре причины, они очень простые. Просто вот делай, и все у тебя будет классно. Так вот, вторая ситуация, которая возникает. Вы начинаете выстраивать отношения не с теми мужчинами. То есть, если так говорить простым языком, у нас есть два вида, два типа отношений. Это невротические отношения, отношения, в которых плохо, в которых я страдаю, в которых я испытываю негативные эмоции, в которых все идет не так, как бы мне хотелось. И есть здоровые отношения, в которых удовлетворяются мои потребности, в которых я чувствую себя счастливо, в которых мужчина стабилен, в которых нет эмоциональных качель. И почему-то многие женщины, ну, почему-то, ладно, допустим, этот момент, почему? В общем, многие женщины решают, что невротические отношения, ну, это же прикольно, я буду их поддерживать. И мне плевать, что он меня не любит, что он куда-то исчезает, пропадает, что с ним, в принципе, невозможные отношения. Я хочу быть с ним, я буду с ним, и я буду поддерживать эти невротические отношения. А там, где появляется возможность создать здоровые, там мы говорим нет. Ну, это ерунда какая-то, меня это не интересует. То есть нужно тоже в себе прорабатывать эту причину, да, эту травму отвергнутого, этот страх, и выбирать не невротические отношения, а здоровые отношения. И тогда у вас получится отношение. Третья причина заключается в том, что вы не так общаетесь с мужчинами, да. То есть вы с ними общаетесь, вроде выбираете тех, но общаетесь неправильно. То есть что должно происходить в отношениях, вообще вот какая суть отношений, как все это работает. Встречается мужчина, встречается женщина. Они друг с другом взаимодействуют. И в процессе этого взаимодействия должны удовлетворяться как потребности мужчины, так и потребности женщины. И когда это происходит, они двое счастливые и не хотят расставаться друг с другом. И получается, что главная задача это, ну, во-первых, разобраться со своими потребностями и донести до мужчины, что для меня важно, что для меня нужно. А во-вторых, это понять, что хочет мужчина, да, то есть что ему надо. Когда вы будете закрывать его потребности, он никуда от вас не денется. Он будет вас любить, носить на руках и мечтать проводить время только с вами. И потребности, они в принципе одинаковые, более-менее, плюс-минус, да, есть отличия. Но есть базовые потребности, есть индивидуальные. И базовые одинаковые у всех. Если вы будете удовлетворять эти базовые потребности и будете, ну, хоть чуть-чуть вот так вот наблюдать, а что еще такого индивидуального есть у мужчины, то я вам гарантирую, результат будет в сто раз лучше, чем он есть у вас сейчас. Потому что женщины, какие они вообще в принципе знают потребность? Ну, какие потребности, да, есть у мужчины? Вот сидит женщина сейчас меня смотрит и думает, ну, что там мужчине надо? Ну, сексом с ним надо заниматься и готовить ему вот и все его потребности. Да, больше я не знаю никаких потребностей, какие еще могут быть потребности у мужчин. Ну, поэтому как бы и не получается выстраивать отношения, потому что нет понимания, а что вообще нужно другому человеку? Что я могу дать другому человеку? Какие вообще его желания я могу удовлетворить, скажем так? И четвертая причина, которая не дает женщинам выстраивать отношения, заключается в том, что вы это делаете не из того эмоционального состояния. Да, то есть, допустим, вы все, уже начали что-то делать для того, чтобы отношения получились. Вы выбрали правильного человека, с которым можно создать здоровые отношения. Вы даете, уже удовлетворяете все его потребности, и все равно не получается, что, блин, не так, да? Ну, почему такое происходит? Причина, опять же, очень простая, потому что вы не в том эмоциональном состоянии. То есть, как это я обычно вижу? Обычно вот приходит женщина и говорит, мне нужен мужчина. Я говорю, зачем он вам нужен? Ну, как зачем? Ну, я сейчас без него, неполноценная, несчастливая. Вот появится мужчина, я тогда поменяю работу, я тогда начну вот это делать, у меня тогда будет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И получается, что мужчина, это такой спасатель, да? Он должен появиться, и тогда все изменится в жизни моей. Вот все поменяется, я стану вообще совершенно другой, заживу новую жизнь. И, знаете, вот кто-то мечтает начать новую жизнь с понедельника, а кто-то мечтает начать новую жизнь с мужчиной. Вот появится мужчина, и все, вот она впереди, эта новая жизнь. То есть, на отношения идет такая большая ставка, что мне сейчас вот это вот очень надо, потому что без этого я как бы унылое говно. Моя жизнь сейчас ужасна. Мне хочется уже, блин, сдохнуть, и все, сейчас вот в такой жизни. Мне вот где это все стоит, в печенках. Я не могу так жить, мне надо по-другому жить. И по-другому я могу жить только вот когда у меня появятся отношения. И вы в этом состоянии, да, что моя жизнь унылое говно, знакомитесь, встречаетесь с мужчиной, общаетесь с ним, и он на вас смотрит, и он считывает ваше состояние, что ваша жизнь унылое говно. А зачем ему, простите, выбирать это унылое говно себе? То есть, в лучшем случае, если у него все в порядке, если у него прекрасная жизнь, то он не захочет с вами вообще продолжать общение, да, потому что, ну зачем ему надо это? У него все прекрасно, зачем ему связываться с унылым говном? А если он сам унылое говно, то он также сидит и также в этот момент ждет, что вот сейчас появится какая-то девушка, да, женщина, которая вокруг меня будет вот плясать какие-то танцы, и поднимать мне настроение, и будет превращать мою жизнь в прекрасную сказку. То есть, у него тоже есть такие ожидания, и он приходит с вами, понимает, что, ну что-то она вокруг меня не пляшет, и жизнь-то моя как бы в сказку не превращается. И, соответственно, у него тоже падает вот эта мотивация, и он думает, не то, да, мне надо вот другую какую-то, которая вот вдохнет в меня жизнь. И поэтому отношения не получаются. То есть, всего, если мы так подведем итог, да, 4 основных причины, почему не складываются отношения. То есть, вы не строите отношения, вы строите не с теми отношения, вы не так строите отношения, и вы не из того состояния это делаете. Когда вы избавитесь от этих 4 причин, я вам гарантирую, вы найдете мужчину. Ну, потому что не может быть по-другому. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, какие причины актуальны вам, да, то есть, вы вот сейчас меня послушали, и уже могли проанализировать, что я делаю не так, в каком месте мне нужно немного изменить свое поведение, на что мне нужно обратить внимание. Может быть, мне просто нужно взять и зарегистрироваться на сайте знакомств? Или мне надо понять, что хочет мужчина, и давать мужчине то, что надо ему, а не то, что хочу я? То есть, все мы помним, как в детстве мама кормила нас манной кашей, и говорила, вот, скушай ложечку вот эту, еще вот эту, пока не съешь шоколадку не получишь. И мы в отношениях с мужчиной точно такую же модель, да, проигрываем. Я знаю, что тебе надо, вот это тебе надо, на, вот тебе вот это. А ему это вообще не надо, он этого не хочет. Если вы не знаете, с чего начать, или знаете, пробовали, но у вас почему-то ничего все равно не выходит, все равно вы сталкиваетесь с проблемой отсутствия мужчины, то я вас приглашаю на мою программу про отношения, где мы с этим всем будем работать, избавляться от всех этих четырех причин, менять ваше состояние, перепрограммировать ваше мышление, чтобы вы не выбирали невротические отношения, выбирали здоровые, да, то есть небольшая трансформация страха близости. Вы будете работать с тем, чтобы начать общаться, да, вот, раскачать вот этот навык, чтобы было понимание, как вообще в принципе общаться. Конечно, вы изучите все базовые потребности, этому посвящен целый модуль. Мы будем разбираться, что надо, как надо, какими способами это удовлетворить, потому что, допустим, есть потребность, и ее можно удовлетворить несколькими способами, не каким-то одним, да, вот эта вот одна потребность, ее надо одним способом удовлетворять. Нет. Способов много, и все, про все эти способы я вам расскажу. И, конечно же, мы будем работать над, скажем, самооценкой, да, то есть над своим самоощущением, чтобы вы сейчас без мужчины не чувствовали себя унылым говном, чтобы жизнь ваша вас начала радовать, чтобы вы начали вообще в чувство приходить, для того, чтобы ваше состояние поменялось, и на это новое состояние вы уже могли, скажем так, притянуть мужчину с другим тоже внутренним содержанием. Не того уровня, которого вы сейчас можете притянуть, а гораздо-гораздо выше, потому что чем лучше у вас, скажем, чем вы наполненней, чем меньше у вас неврозов, чем более вы в ресурсе, тем лучше качеству мужчин, которые к вам приходят, которые попадают вообще в ваше поле зрения. То есть вы начинаете видеть мужчин, которые уже совсем другого качества. Такое сегодня получилось видео. Жду обязательно ваших лайков. Приходите на новую программу про отношения. И желаю каждой девчонке найти своего принца, найти того человека, с которым вы будете счастливы, с которым у вас будет взаимная любовь, взаимные чувства, и с которым у вас все сложится. По-другому и быть не может. Вы обязательно найдете такого человека. Всех люблю, целую. Пока!